Я торопился в магазин, чтобы успеть купить все, что мне надо, до его закрытия. Зайдя в небольшой коридор, я обо что-то споткнулся. Сначала решил, что завернулся предверный коврик. Однако коврик оказался трехцветным и живым. Оказалось, что это кошка трехцветного окраса. Она с уставшим видом отошла и легла спать в другом месте, свернувшись калачиком. Я зашел в сам магазин и отправился за покупками. На кассе я спросил у работников, чья все же кошечка. Оказалось, что она никому не принадлежит. Уже 10 лет ходит в этот магазин и попрошайничает. За это время ее никто не забрал к себе. Женщина, работающая на кассе, рассказала, что кошку высадили из машины недалеко от их магазина 10 лет назад. Когда на улице плохая погода или мороз, она приходит в магазин, чтобы поспать до того, как они закроются. Некоторые дадут поесть, а некоторые пинка. Я позвал кошку, она встала на мой зов и запрыгнула ко мне на руки. Снова свернулась, закрыла глаза и уснула на теплых руках. Отнес ее в свою машину, она спокойно перешла в переноску и снова легла спать. Таким образом вела себя кошечка, когда очутилась у меня дома. Кошка почти ничего не весела. Ночи свои проводила в подвале или где-то еще, где не особо тепло. Потому была простужена и слаба. Сначала она спала прямо в переноске или ела. У нее оказалось много гнилых зубов. При ходьбе ее заносило. Сделали рентген, чтобы выяснить, что с костями ничего не случилось после пинков от некоторых покупателей. К счастью, с костями все оказалось в порядке. Вылечили воспаление. На данный момент Мася, такое имя я ей дал, просто отъедается после многолетней жизни на улице, набрала уже вес. Кошечка уже полностью освоилась дома, старается поддерживать порядок. Может наказать тех, кто обижает более слабых. Так что она смогла завоевать авторитет среди остальных моих 65 питомцев.